Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Чанган CS55. На видео автомобиль в комплектации Luxury с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля – белый перламутр. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 225х60, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна акулий-плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система без ключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине расположен многофункциональный дисплей. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задние противотуманные фонари. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Передний бампер декорирован серым молдингом. Двери снизу декорированы серыми молдингами. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 190 миллиметров. Задний бампер декорирован серым молдингом. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Далее на водительской двери идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Регулировка яркости панели приборов. Кнопка отключения системы стабилизации. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и данные о давлении в шинах. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает функцию Easy Connect. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. В автомобиле установлен кондиционер. Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопка выбора направления обдува. Кнопки переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположена кнопка системы Aero GLONASS. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле расположены подстаканники. В нише с крышкой расположены два USB разъема и розетка на 12 Вольт. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Слева от руля расположен дополнительный бардачок. Кнопки подогрева передних сидений, подогрев двухрежимный. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Снизу расположен USB разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 505 литров. Слева в багажнике находится подсветка и розетка на 12 вольт. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется небольшая ступенька. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 1415 литров. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 58 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 143 лошадиные силы. Мы с вами осмотрели кроссовер Chang'an CS55 в комплектации Luxury, с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо, с передним приводом и с механической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Chang'an Центр АЦ Кунцево. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина, и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!